Каковы шансы, что в 2020 году украино-российский конфликт закончится? Я Кристина Терещенко, это программа Донбасс сегодня в выпуске смотрите. Как и когда пенсионеры Донецка вернут деньги? Ну человек же приехал, он же хочет кушать сейчас, а не через месяц, когда вы выплатите. Они учат ненавидеть друг друга. Как язык вражды может стать вторым государственным в Украине и как это остановить? В некоторых случаях это очень умная политика, использование языков и стереотипов относительно людей, которые остались в оккупации. Потому что так простее не решать их проблемы. Первая за три года встреча президента в России и Украине по Донбассу – импичмент Дональда Трампа из-за подробностей, которые стали известны во время разговора с Владимиром Зеленским, газовый вопрос и выигранные Киевом против России суды. Чем обернулся 2019 год для Украины на международной арене, успехами или провалами и какие вызовы ждут Украину из-за Донбасса в новом году, смотрите прямо сейчас. На протяжении пяти лет война на Донбассе – единственный активный вооруженный конфликт на европейском континенте. Важная составляющая любого конфликта – дипломатия. Каковы успехи и провалы, победы и поражения Украины на международной арене в этом году? Одним из самых громких международных политических событий при участии Киева в этом году стал скандал с импичментом американского президента из-за подробностей телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Палата представителей Конгресса США уже утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Демократы настаивают – глава государства злоупотребил властью. Дело переходит в Сенат, который может провести судебное разбирательство и решить, нужно ли устранять Трампа с должности. Но в Сенате у республиканской партии, которую представляет Трамп, большинство. По мнению профессора права из США Джона Мока, если все факты, приведенные в расследовании, правдивы, главу Белого дома необходимо подвергнуть импичменту. Но этого скорее не произойдет. Я не думаю, что кто-либо верит, что республиканцы признают президента виновным. Вопрос, который реально важен – доведут ли вообще они дело до судебного процесса. Потому что Сенат может просто принять решение отклонить статьи импичмента. И в этом случае не будет процесса как такового. Так что шанс на то, что президента таки сместят с должности, по моему мнению, равен нулю. При этом, по мнению профессора Мока, сможет ли Трамп выиграть предстоящие выборы, во многом будет зависеть от результатов в трех штатах – Висконсине, Пенсильвании и его родном штате Мичиган. Но как сложатся отношения Украины и США, если Трампа вновь изберут после такого скандала? Цедура импичмента матима негативные следы не только для украинско-американских отношений, но и для субъектности Украины на международной арене. Чому так? В условиях, когда в Штатах возникают влияние внутренние политические события, Вашингтон усваивается из международных вопросов. Это увеличивает уверенность того, что Россия будет пытаться использовать этот период от сторонних Соединенных Штатов, чтобы навязать больше принятые для Кремля условия в регулировании конфликта на Донбассе и решение вопроса транзита газа. А пока в Америке решают, превысил ли Трамп полномочия, Украина на всех полосах иностранных СМИ. А Владимир Зеленский стал первым из президента нашей страны, чье фото появилось на обложке журнала «Тайм». Правда, в статье говорится о том, что Зеленский оказался в эпицентре крупнейшей политической драмы между США и Россией, как между двух огней. Тем не менее, США на протяжении всего конфликта поддерживает украинскую сторону финансово и наказывает Россию санкционно. Так и на минувшей неделе американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2». Германия эти санкции осуждает и планирует вести переговоры с американскими коллегами. В Берлине настаивают проект исключительно экономический. Но Украина, США и еще несколько стран Европы, среди которых Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии, уверены – Россия будет использовать газопровод для политического влияния как на Украину, так и на ЕС. Певничный поток-2 став результатом стратегической недельноглядности Украины. Украина выпустила эту возможность еще в 2017-2018 году. И поэтому то, что сейчас добудется Певничный поток, это скорее реакция на те взрывы, которые произошли через игнорирование украинской стороной энергетических интересов Немеччины. Насамперед, желание налагодить стабильные поставки энергоресурсов с Россией. Проигрышем Украины на международной арене можно считать возвращение России в ПАСЭ. По крайней мере, это дало Кремлю преимущество в информационном поле. Вот это скорее негативная тенденция, но такие изменения начались еще в прошлом году и они связаны с некоторыми конъюнктурными колебаниями у ряда европейских стран по отношению к России. Важным событием, которое должно было определить вектор дальнейшего развития событий украино-российского конфликта, стала Нормандская встреча. По мнению части политологов, Украина там сыграла в ничью. Плюс в том, что встреча в принципе состоялась. Президенты четырех стран предварительно договорились о разведении сил, прекращении огня и обмене пленными между Украиной и группировками ЛДНР до конца 2019 года. Но похоже, что даже этим маленьким договоренностям воплотиться в жизнь не суждено. На встрече трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря к единому взгляду ни на разведение сил, ни на обмен пленными пока не пришли. Об этом сообщил член трехсторонней контактной группы Леонид Кучма. Нам не удалось достичь того, чего хотелось. Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинение. Переговорный процесс продолжается. Франция, в свою очередь, обещает дипломатическую поддержку. Этот текст на самом деле имеет большое значение. Важно, что он содержит соответствующие дедлайны, соответствующие даты. Следует выполнять с учетом взятые на себя обязательства. Разумеется, с нашими немецкими коллегами мы будем прилагать все наше дипломатическое влияние, чтобы именно так и произошло. Одна из причин полягает в том, что тяжело за короткий период досягти взрыв в тех вопросах, которые блокировались годами. А вот украинцы оценку нормандским переговорам дают довольно позитивную. 40% из числа хорошо проинформированных о саммите считают успехом дипломатию Зеленского во время встречи в Париже. Половина не успехом, но и не провалом. Для 7% респондентов результат негативный. Таковы данные самого свежего опроса группы «Рейтинг». Если вернуться к Минску-2, то текст, подписанный там, и стал камнем преткновения. Путин менять его не хочет, а Зеленский на старую последовательность действий, указанных в документе, не согласен. И в этом вопросе Германия поддерживает Украину. Ангела Меркель назвала документ не окаменевшим, а таким, который вполне можно оживить и сделать более гибким. Мы часто слышим в информационном и политическом опросе про Минск-3, однако мы не видим концепции, что такое Минск-3. Чи это какой-то документ, который посвящен уточнить выполнение тех или других условий Минского процесса, чи это кардинально другой документ, который может заменить Минские угоды вообще. В уходящем году Киев выиграл несколько судов у Москвы. Например, Верховный суд Швейцарии утвердил, что Россия должна выплатить украинской компании «Укрнафта» 44 миллиона долларов компенсации за имущество, отобранное вследствие аннексии Крыма. Еще одно дело против России начнет рассматривать Международный суд ООН в Гааге. Украина это право отстаивала с 2017 года. Теперь суд признал свою юрисдикцию в деле о нарушении России, конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидациях всех форм расовой дискриминации. В ноябре еще одна победа Украины в Стокгольмском арбитражном суде. «Нафтогаз» выиграл апелляцию, поданную российским «Газпромом», в котором российская компания требовала у Украины 80 миллиардов долларов, согласно пункту газового контракта «Бери и плати». Однако стокгольмский арбитраж отклонил апелляционную жалобу россиян и удовлетворил требования «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. И, конечно, обязательства от Международного трибунала по морскому праву в адрес России вернуть захваченные в Керченском проливе украинские корабли, что Россия и выполнила в ноябре этого года. Разумеется, что изменилась влада, новый президент Зеленский пытается активизировать мирный процесс, однако Зеленский стал заручником того, что он оголосил мирное регулирование как главную цель своего президентства. И под конец года его оптимизм сильно уменьшился, через то, что он понимал, что не вдастся просто так витягнуть всех полоненных, встановить режим перемирия без каких-то серьезных политических поступков России. В целом же я считаю, что этот год для Украины во внешней политике не стал годом прорыва, но и не был годом провала. Пенсионеров из оккупированного Луганска и Донецка власть пять лет водила за нос. Для них придумывали арканы, без причины оставляли без пенсий, постоянно меняли схему получения денег, то добавляя, то меняя законы. Теперь новая власть говорит о новом подходе. В президентской вертикали и парламенте даже заикнулись о выплате пенсии дончанам и луганчанам через Красный Крест. Но это слова, о чего же на деле ждать от Киева пенсионерам Донбасса, разбирался Дмитрий Журавлев. Облегчить получение законной пенсии людям с пропиской в Донецке и Луганске призван закон, проект которого зарегистрирован в Верховной Раде. Анна выехала из Донецка в 2014 году вместе с семьей и в первые месяцы жизни на новом месте в Славянске столкнулась с проблемами выплат пенсии матери с инвалидностью. Сколько я обращалась в пенсионный отдел, оббивала пороги, говорила, ну мы выплатим через месяц. Я говорю, ну человек же приехал, он же хочет кушать сейчас, а не через месяц, когда вы выплатите. Очень трудно сказать, почему они задерживали, что-то какие-то списки не подали. Каждый раз были какие-то отговорки, нельзя, человек приехал оплачивать за квартиру. Проект закона стал очередной попыткой правозащитных и международных организаций упростить получение денег этой категории пенсионеров. В июне 2019 пенсию получили 601 тысячи человек со статусом временно перемещенного лица, сообщают в пенсионном фонде. Пока пенсионеры с пропиской на оккупированной территории, вне зависимости от того, переехали они на подконтрольную территорию или нет, обязаны оформлять справку временно перемещенного лица. Это обязательное условие получения пенсии. Основная изменяя поляга в том, что мы отмечаем пенсионные выплаты от доведки внутрешней перемещенной особи. Потому что доведка внутрешней перемещенной особи засвечивает факт перемещения особи, которая была обязана выехать. И эта особенная ситуация закреплена и прописана профильным законом про внутрешней перемещенных особи. Люди проживают на той территории, они приезжают и при отсутствии справки переселенца они просто обращаются в любой пенсионный фонд по месту подачи заявления. То есть человек приехал, к примеру, с Дебальцева, захотел он обратиться в славянский пенсионный фонд за получением пенсии. Он приходит, подает заявление без справки переселенца и пенсионный фонд по принципу заявительности должен принять у него это заявление и начинать выплачивать ему пенсионные выплаты. Кроме того, чтобы житель Донецка или Луганска смог получать украинскую пенсию, он должен, во-первых, проходить идентификацию во счетбанке раз в три месяца для владельцев обычного пенсионного удостоверения и полгода для обладателей пластиковой карты. Второе условие – человек не может находиться на неподконтрольной территории более 60 дней. Новый законопроект не предусматривает отказ от процедуры физической идентификации, когда пенсионеру из ОРДЛО нужно лично посетить отделение счетбанка с паспортом, банковской картой или электронным пенсионным удостоверением. На мой взгляд, та система, которая существует на данный момент, ее нужно максимально простить, но человек, который хочет получать украинскую пенсию и имеет на это право, она должна хотя бы один раз приезжать на украинскую территорию для идентификации первого, и, по-другому, для того, чтобы пенсионный фонд Украины увидел, что именно этот пенсионер получает свою пенсию. Кроме отказа от справки временно перемещенного лица, законопроект также предлагает возможность докупать стаж тем, кто, проживая на оккупированной территории Донбасса, не могли выплачивать в бюджет Украины страховые взносы. Сейчас этим правом обладают только жители подконтрольной территории. И самое важное изменение – это выплата долгов по пенсии. Сейчас, если пенсионер не снимает пенсию со счета в течение полугода, то дальнейшее ее начисление замораживается. То есть, человеку приостанавливают пенсионные выплаты, он приходит, пишет заявление в пенсионный фонд о ее восстановлении своей пенсии, и ему начинают платить только лишь текущую пенсию, без задолженности. А задолженность как бы остается аккумулирована на счетах пенсионного фонда, но она не выплачивается. Тогда пенсионеру приходится обращаться в суд, но, по словам юристов, даже если суд выигран, пенсионный фонд не спешит выплачивать долги, ссылаясь на отсутствие механизма. И даже если выплата долга все-таки происходит, то пенсионер получит лишь долг за три года, а не за весь период задолженности. Сейчас государство задолжало пенсионерам 62 миллиона гривен. Новый законопроект предлагает механизм выплат. Его назвали реструктуризацией. Что предлагается в этом законопроекте? Первое – это убрать ограничения в три года. Человек, допустим, к примеру, получает сначала задолженность по пенсии за весь год, и потом последующие выплаты, следующего месяца вместе с текущей пенсией, ему будет так называемая реструктуризация этого долга, и она будет выплачиваться вместе с основной его пенсией. Кроме того, на обсуждении законопроекта была озвучена возможность доставки пенсии на неподконтрольную территорию тем, кто не может выехать для регистрации в пенсионном фонде и получения пенсии на подконтрольной Украине. Мама на двоюродная сестра сейчас живет в Донецке. Ей 94 года. У женщины проблема с ногами. Она сама не передвигается только с помощью коляски. Уже года два. Сейчас она практически не получает пенсии. Человек живет на той территории. И сколько там таких людей, которые, ну реально, пересекать эти расстояния, стоять на этих блокпостах, это нереально. Поэтому люди и голодают, потому что того пособия, которое там выплачивается, совсем недостаточно при маленьких пенсиях. По данным Министерства юстиции, тех, кто ни разу не выехал из Донецка или Луганска, для получения пенсии не менее 120 тысяч человек. Для таких людей рассматривалась возможность доставлять пенсии при поддержке международных гуманитарных организаций, как это было, например, в Приднестровье. Но поддержки на депутатских комиссиях такой вариант не получил. Я очень скептично отношусь к тому, что мы сможем в якости налички, кеш привезти в Донецк и международный хрест будет продавать от украинского уряда. Ну, принаймні, я вважаю, что это не очень правильно, потому что украинский уряд скажет, что на этой территории нас вообще не то, что нет, а мы вообще не можем понять, как туда прийти только через международные организации. Думаю, что это вдарит по имиджу Украины. Вот что отвечают правозащитники на такие аргументы народных депутатов. Мова не идет про физическую доставку денег на окупованные территории. Безумовно. То есть всеми международными стандартами предпочено обвязок державы обеспечить всеми наявными способами реализацию права граждан на майно, в данном случае на пенсию. Таким образом, мы створюем такой механизм, но этот механизм доступный государству только на подконтрольной части территории. Несмотря на необходимость менять систему выплат пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса, эксперты говорят, что данный законопроект еще нужно обсуждать и дорабатывать. Да и сами авторы не прогнозируют скорого принятия закону. Сказать, что этот законопроект очень легко и очень быстро пройдет через Верховную Раду, я не могу. Но я надеюсь, что в следующем году, в 2020, мы этот законопроект принимаем. Подведя итог, можно по пунктам обозначить, что предлагает новый законопроект. Это отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсии, предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций, выплата задолженности по пенсиям без срока давности. Тем временем люди ждут хоть каких-то изменений к лучшему. За 6 лет пожилые пенсионеры измотаны морально и физически. Люди страдают. Мы общаемся, сколько можно ездить. Это хорошо, если это молодые. А когда уже женщине 75 лет, когда она говорит, что у меня же сил нет на эти дороги, а тем более в дороге иной раз, сколько нужно постоять, блокпост, а зима, а холодно, все эти сложности. Конечно, однозначно нужно пойти этим людям навстречу, я считаю. Во время войны ранит не только оружие, но и слова. Эмоции на пределе и каждое сказанное слово может стать триггером ненависти и антипатии. Язык вражды становится все популярнее. За годы конфликта на востоке Украины ярлыки распространяются в СМИ и соцсетях политическими силами. Как на военный конфликт влияет слово и кому выгодно использовать это как оружие, расскажет Дарья Литовченко. Хейт-спич – язык вражды или по-другому язык ненависти. Речь идет о создании негативных стереотипов и всех видах высказываний, которые оправдывают или поощряют разные виды дискриминации. Жертвой хейт-спича может стать любой человек. Украина-Харьков – матч «Шахтер-Динамо». Болельщики белосиних ассистали бразильских игроков «Шахтера» и изображали такие звуки. За расизм фанатов киевский клуб проведет матч без зрителей и заплатит штраф в полмиллиона гривен. А это Испания, Мадрид. Зазуля – нацист. Кричали недавно на трибунах. Так фанаты команды соперника, известные своими левыми взглядами и поддержкой группировок ЛДНР, встречали украинского футболиста Романа Зазулю, который играет за один из местных клубов. Поведение фанатов назвали ксенофобией, а Зазулю поддержали сам клуб, Международные футбольные ассоциации, МИД и президент Украины. Язык вражды бывает трех типов тяжести. Самые тяжкие призывы к убийству фиксируются в Украине нечасто. Например, нападение на центры ЛГБТ-активистов. Несколько дней назад на прайдхабе в Харькове появилась надпись «Смерть ЛГБТ». До этого крыльцо офиса заливали кровью животных. При этом в украинских медиа преимущественно низкий и средний тип дискредитации. В том числе и жители оккупированных территорий. Кількость этих материалов была 13% от количества материалов с ознаками хейтспича. Проте, если рассчитать от загальной количества материалов, то это достаточно низкий показатель. Но, перед всем, это не потому, что наши журналисты очень чувствуют, а потому, что сейчас очень мало информации, которая относится жителей оккупованных территорий. Революция, оккупация Крыма, война на Донбассе и сотни тысяч переселенцев стали тяжелым экзаменом для украинских журналистов. Значная часть людей, которые свободно выбрали жизнь на оккупованных территориях. Люди, которые живут под этими цветами, не приховывают. Многих влаштовывает даже плохая копия СРСР. Цена вопроса – подвижная пенсия. Марина Курабцева – журналистка из Янакиева. Более пяти лет приоритет ее работы – тема переселенцев и жителей оккупированных территорий. Говорит, люди до сих пор сталкиваются с негативным отношением регулярных. Переселенца могут отказывать в аренде квартиры и трудоустройстве. До сих пор присутствует травля в соцсетях, как язык ненависти со стороны отдельных медиа и блогеров. Но не все СМИ делают это специально. Есть отдельные медиа, которые не обязательно поставили себе за цель издеваться над переселенцами и жителями оккупированных территорий. Нет никакой массовой неприязни, скорее всего. А есть просто медиа отдельные, которые зарабатывают клики, к сожалению, путем хейтспич. Некоторые медиа распространяют язык вражды, но гораздо чаще ярлыки вешают политики, активисты, блогеры, эксперты. Громкие примеры – вот эта цитата «Политика Эльни Киевы». И резкое высказывание экс-министра социальной политики в интервью BBC. По мнению правозащитников и медиаэкспертов, зачастую такие месседжи об определенных категориях граждан распространяются политиками с определенными целями. Когда это постоянно говорится, конечно, с боку чиновников, это формует певную гражданскую думку. Что для людей, которые действительно мало чего они не выехали, если они таки проукраинские. Если они остались, то они поддерживают Путяна. И этот дискурс, он поддерживает. А если они таки уже иначе, как нам использовать наш бюджет, как нам использовать какие-то новые механизмы, как они таки иначе. И мне кажется, что в некоторых случаях это очень умысля политика использования мовы, выражающихся, использования штампов и стереотипов, стосовно людей, которые остались в оккупации. Потому что так простейше не вырешивать их проблемы. Особенно общество поляризовано перед выборами. Наглядный пример президентской и парламентской кампании этого года. Деление на своих и чужих породило оскорбление ярлыки «Порохоботы» и «Зе-боты». Баталии между двумя лагерями не утихают до сих пор еще больше, разделяя общество. Политикам выгодно использовать язык вражды в своих целях. Следующая кампания к местным выборам не станет исключением. Играть на чувствах людей, чтобы настроить в свою пользу будущих избирателей, либо наоборот, против своих оппонентов. К сожалению, здесь средства массовой информации могут стать инструментом в этой борьбе. И как раз профессиональная журналистика будет заключаться в том, чтобы убирать градус эмоций, не распространять манипуляции, а больше все-таки сосредотачиваться на сути. И пытаться, скажем так, не заострять на таких манипуляционных вещах внимание. В украинском законодательстве нет термина «язык ненависти», но в Уголовном кодексе и законах, касающихся медиа, есть понятие разжигания национальной, расовой и религиозной вражды. Статья предусматривает наказание 5 лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах 8. В прошлом году было заведено 47 таких дел. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверяет медиа на соответствие законам Украины. Если в эфире зафиксируют разжигание вражды, вещатель платит штраф до 20% от лицензионного сбора. За последние пару лет надсовет оштрафовал несколько каналов. Самые громкие истории – штраф телеканалу «Интер» за антиукраинские речи ведущих на концерте «Котню Победы» и «Ньюз Ван» за использование клише российской пропаганды. В то же время на других каналах выходят программы, в которых используется язык вражды, например, вата-шоу на прямом или антизомби на ICTV. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики планируют закрепить в законопроекте об аудио- и визуальных услугах определение понятия язык вражды в СМИ, блогах и, в частности, высказываниях народных депутатов. Понятное дело, что он не сможет мониторить весь интернет, и в этом нет смысла. Но если будут жалобы на язык вражды, если будут жалобы на манипулятивные вещи, которые будут иметь характер дезинформации, то есть умышленного вброса недостоверной информации, чтобы был орган, который на это реагировал и который применял санкции. Решать, блокировать ресурс за нарушение или нет, будет суд. Также нацсовет будет сотрудничать с крупными платформами, такими как YouTube, Facebook для улучшения механизма фильтрации контента. Сейчас YouTube изменил правила. Модераторы могут удалять и запретить монетизировать контент с использованием языка вражды. Сейчас, если журналисты и более чувствуются до випадков нового ворожнечения, то эта нового ворожнечения больше активнее поширяется как раз в социальных мережах. И с этим тоже нужно как-то противостоять. Это новый, большее, потому что, если мы с ним хоть как-то еще можно повпливать, то на социальные мережи, соответственно, вплива законодательного не имеет. И регулировать это достаточно сложно. Данные всеукраинского опроса «Скор» показывают, среди украинцев нет веры в открытость диалога с жителями восточных регионов. Людей с востока страны видят в негативном свете ряд центральных и западных регионов. Что Захидная Украина, чем больше проевропейской она есть, чем больше экономично безопасной она есть, тем выше будет стереотип до Схидной Украины. И это соперечит вообще сутности проевропейской вероятности, толерантности, ценностям людским. У социолога Марии Долкиной иное мнение. Уровень доверия ниже считает она из-за меньшего количества межличностных контактов. Но согласно исследованиям Фонда демократических инициатив к жителям оккупированных территорий нейтральное либо позитивное отношение. Это транслируется по всем регионам Украины, особенно на подконтрольной части Донбасса. За годы разгортания конфликта не выникло чувство, что за линией розмежевания находятся чужие, не выникло ворожнечие для людей, которые находятся на оккупированной территории. Ставление до них є радше співчутливым и их считают, скорее, жертвами разных обставин. Военный конфликт и язык ненависти подпитывают друг друга, образуя некий заколдованный круг. Язик ненависти нельзя считать безвредным, потому что это всего лишь слова. Наоборот, в виртуальном пространстве язык вражды распространяется с огромной скоростью и в итоге он может привести к серьезным, а во время войны к катастрофическим последствиям в реальности. Ватники, укропы, сепары и бандеровцы такие обозначения уже никого не удивляют и стали, к сожалению, нормой для нашего общества. В борьбе за хайповые заголовки и просмотры теряются реальные человеческие жизни. На сегодня это все. Больше новостей в наших социальных сетях. Также подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы через неделю не пропустить новый выпуск. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова